Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджанской республики Хик Медгаджиев дал интервью Азертадж в связи с предстоящим в Баку 25-26 октября 18 саммитом глав государств и правительств стран-членов движения Неприсоединения, ДН, и председательством Азербайджанской республики в этой структуре в 2019-2022 годах. Как вы расцениваете роль и значимость движения Неприсоединения в современном мире, и что можете сказать по поводу членства Азербайджанской республики в этой организации? Хотя движение Неприсоединения возникло во время Холодной войны, оно и сегодня не теряет своей актуальности и имеет важное значение в урегулировании глобальных проблем и ответа на вызовы нашего времени. В чем заключается эта актуальность? Объединившие в своих рядах 120 стран, движение Неприсоединения после Генеральной Ассамблеи ООН является крупнейшим политическим институтом, где представлены государства мира. Один лишь этот факт свидетельствует о том, какой важной многогранной платформой является движение, принимающее участие в процессах урегулирования современных международных отношений. Безусловно, вопросы, обсуждаемые на важных заседаниях этой структуры, объединяющие две трети государств мира, также оказывают большое влияние на формирование повестки Дня Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил президент Азербайджанской Республики Ильха Малиев на проходившей в Баку в апреле 2018 года Министерской конференции Движения Неприсоединения, Вот уже более полувека Движения Неприсоединения занимается пропагандой общечеловеческих ценностей. Являясь одной из крупнейших организаций мира, Движение Неприсоединения играет важную роль в утверждении стабильности, мира и безопасности на планете. Движение Неприсоединения привержено нормам международного права, принципам территориальной целостности, суверенитету и независимости всех участников. В 2011 году Азербайджанская Республика стала членом Движения Неприсоединения. Хотелось бы отметить, что Азербайджан со многими представленными в Движении Неприсоединения странами исторически в какой-либо форме связывают различные узы. У нас исторические и религиозные связи с государствами региона, арабскими и мусульманскими странами. Или же, например, в бытности СССР тысячи людей с огромного географического пространства от Вьетнама до Кубы получили высшее образование в Азербайджане. Так, только с африканского континента их число колеблется в пределах 12-15 тысяч человек. Вступление в движение Неприсоединения открыло новые благоприятные возможности для обеспечения национальных интересов и выгоды нашей страны в международной плоскости, развитие отношений с различными государствами в двустороннем и многостороннем формате. Так, голоса стран-членов ДН сыграли важную роль в том, что в 2011 году Азербайджанская Республика, завоевав поддержку 155 стран, была избрана непостоянным членом Совета Безопасности и ООН, что наглядно доказало, сколь длинновидным шагом является политическое решение в связи с присоединением к этой платформе. Особо хотел бы подчеркнуть, что вступление Азербайджанской Республики в ДН также внесло вклад в дело получения еще большой поддержки справедливой позиции нашей страны по арменно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту. Не случайно, что в заключительных документах ДН однозначно выражена важность решения арменно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанных на международном уровне ее границей соблюдения в этом контексте резолюции Совета Безопасности ООН. За короткий период членства в движении неприсоединения Азербайджанская Республика своей принципиальной внешней политикой, основанной на международном праве и справедливости, завоевала большой авторитет среди стран-членов организации. Логическим результатом именно этого авторитета и доверия стало единогласное принятие в 2016 году на 17 саммите глав государств и правительств стран-членов ДН решения о проведении в Баку очередного саммита и передачи Азербайджанской Республике председательства в ДН в 2019-2022 годах. Как проходит подготовка к Бакинскому саммиту движения неприсоединения? 26 октября в столице нашей страны пройдет 18 саммит глав государств и правительств стран-членов ДН на тему обеспечения совместного адекватного ответа на вызовы современности, руководствуясь принципами Бандунга. Хотел бы подчеркнуть, что саммит станет одним из важнейших политических мероприятий, организуемых в Азербайджане после восстановления независимости. Это одновременно войдет в историю как первый организованный в Европе саммит после Белградского саммита, проведенного в 1989 году в бывшей Югославии. Распоряжением господина президента в целях организации саммита в феврале этого года был создан организационный комитет в составе руководителей соответствующих государственных структур. В утвержденном в марте плане мероприятий детально отмечены все предстоящее в связи с саммитом работы. План мероприятий это обстоятельный документ, состоящий из 39 пунктов. Как вы знаете, в последние годы в нашей стране были проведены многочисленные крупные политические, экономические, спортивные и музыкальные мероприятия. И я уверен, что при поддержке надлежащих государственных структур саммит в прямом смысле слова станет историей успеха. Несомненно, что саммит, а также председательства не только внесут вклад в дальнейшую популяризацию успехов нашей страны в мире, но еще больше повысит авторитет и значимость Азербайджана в ДН и в целом в мире. Что вы можете сказать о том, как Азербайджанская республика построит свою деятельность в период председательства в движении неприсоединения, в чем будут заключаться ее приоритеты? Процесс подготовки приоритетов нашего председательства в движении неприсоединения в настоящее время находится на последнем этапе. Не вдаваясь в детали, в целом хотел бы отметить, что составляющие основы деятельности ДН исторические принципы Бандунгам минус те принципы, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, воздержание от актов или угроз агрессии против суверенитета и территориальной целостности других стран, Не вмешательство во внутреннее дело государств, содействие взаимным интересам и сотрудничеству, уважение справедливости и международных обязательств, минус полностью совпадает с основным курсом внешней политики Азербайджанской республики. Деятельность, приоритеты Азербайджанской республики в ходе ее председательства в ДН будут выстроены именно на этих фундаментальных принципах. Наша цель совместно с государствами-членами усилить роль и авторитет ДН в системе международных отношений, приумножить наш вклад в дело укрепления мира и безопасности на планете и устойчивое развитие. Страны, входящие в движение неприсоединения, очень разнятся. Наряду со странами, добившимися политической стабильности и экономических успехов, здесь также имеются страны, ставшие жертвами застарелых конфликтов и нестабильности, как минимум развитые страны, страны без выхода в море или малые островные страны, страны, страдающие от последствий климатических изменений, и даже те, физическое существование которых подвергается опасности. Естественно, каждый из этих стран имеет свои правила, приоритеты, ожидания, и крайне важно на них отвечать. А это возможно, когда все страны мира с пониманием воспринимают проблемы друг друга, демонстрируют глобальную солидарность, а также путем торжества многосторонней дипломатии и мультилатерализма. В этом смысле думаем, что налаживание и развитие контактов и диалога с другими институтами и регионами, расширение географии и сотрудничества в ходе председательства в ДН с использованием сравнительных преимуществ, которыми обладает Азербайджанская республика, как страна, являющаяся членом организации исламского сотрудничества, и Совета Европы, было бы полезным. Мы считаем, что определение новых сфер сотрудничества между странами-членами движения неприсоединения, например, молодежная тематика, также является необходимым. Как известно, страны ДН традиционно придавали важное значение социально-экономическим вопросам. С принятием повестки дня 2030 года во имя устойчивого развития индекс развития в ООН значительно вырос. В этом смысле, мы, как Азербайджан, который является одной из 14 стран, представивших за короткий период развития добровольный отчет о выполнении целей устойчивого развития, считаем, что вопросы развития также должны заниматься ответствующее место в повестке дня ДН. Считаем, что в период нашего председательства в ДН для более совершенного соответствия требованиям стремительно изменяющегося мира необходимо проведение определенного обмена мнениями с участием стран-членов. В заключении хочу отметить, что наше председательство в движении, состоящем из стран различных континентов с различными языками, религиями, обычаями, традициями, политическими системами, возможно является закономерным для Азербайджанской республики, которая также вывела на первый план своей политики поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога, достижение взаимопонимания и гармонии между различными цивилизациями. Председательство в ДН, объединяющим в своих рядах 120 стран, требует очень большой политической воли, ответственности, дипломатических сил и возможностей. Наша страна под руководством президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева в течение предстоящих трех лет готова и способна возложить на себя эту ответственность.